Всем привет! Сегодня мы вместе с вами испечем самые вкусные, самые нежные, самые воздушные ватрушки. Давайте готовить! Для теста нам понадобится молоко 200 мл. Рецепт очень простой и очень быстрый, так как я люблю. Сюда же добавляем сахар. Точный рецепт напишу в описании, как всегда, со всеми пропорциями. Сахар, дрожжи, яйца, масло. У меня растительное без запаха, можно растопить сливочное, без разницы, какое вам нравится. Сюда же добавлю щепотку соли. Все это хорошенько перемешаю. У меня, кстати, дрожжи для сдобы, они уже с ванилином. Если у вас обычные дрожжи, можете добавить еще ваниль. Ну, как обычно на кончике ножа. Все это размешиваем и добавляем муку. Сейчас, чтобы оно все соединилось. Муку ввожу постепенно, не сразу всю. По рецепту 450 грамм. Я ввожу всегда меньше и потом добавляю уже остаток, чтобы видеть. Потому что мука, как вы знаете, вся разная. И, может быть, тесто совершенно разным может получиться. Обязательно, вернее, никогда не добавляйте сразу всю муку. Все, буду вымешивать тесто. Тесто готово. Посмотрите, оно вот какое. Ох, какое. Оно слегка липковатое, но я не буду его больше забивать мукой. Потом при раскатке я его еще буду подпылять. Поэтому больше не надо. И у меня ушло 350 грамм где-то муки. Даже меньше. Ну, я вам напишу. Накрываем, убираем теплое место. Пусть это поднимается. Минут 40, думаю, хватит. Ну, а мы пока займемся начинкой. У меня здесь творог 5% жирности. Вы берете, какой вам нравится. Неважно. Ваниль. Манная крупа. Сюда же отправляю. Щепотка соли не помешает. Натру сюда цедру апельсина. Если вам не нравится вкус апельсина, не натирайте. Нам нравится. Цедры половины апельсина хватит. У меня творог зернистый. Надо сделать его однородным. Надо протереть через сито. Но я это терпеть не могу. Поэтому пробью его блендером. Теперь надо взбить белки. Наша творожная масса готова. Теперь белки отдельно. Белки я буду взбивать до легкой пены. Сначала добавлю щепотку соли. И собью слегка. Добавляю сахар и буду дальше взбивать. Теперь надо соединить две наши массы. Добавляю к творогу. Вот творог. Сюда же отправлю белки. И аккуратно перемешаю. Для чего мы их так и по отдельности взбивали. Чтобы было пышно. И аккуратненько смешаю обе наши массы. Чтобы максимально сохранить воздушность. Наше тесто подошло. Прошло минут 40-45. Чуть-чуть присыплю мукой. Посмотрите, какая прелесть. И теперь мы его должны раскатать в квадрат. Или в прямоугольник. Кому как удобно. Слегка присыплю опять мукой. И буду раскатывать его до нужного мне состояния. Все, раскатала пласт теста. Теперь мне надо его разделить на квадратики. Буду делить примерно на одинаковые квадраты. Чтобы наши ватрушки были впоследствии одинаковые. Продолжение следует... Вот так разделила все на квадратики. И теперь буду выкладывать нашу начинку. Противень, кстати, я уже подготовила. Выстелила бумагой. Пергаментный. Если у вас бумага не очень, смажьте маслом. Чтобы булочки не прилипли. И хорошенечко скрепляем наши конвертики сверху. Эти булочки очень любят раскрываться. Поэтому старайтесь как можно плотнее их прижать. Все равно какие-то раскроются. Все, один противень готов. Я его оставлю сейчас немного расстояться. Накрою. И сейчас на второй противень еще одну партию сделаю. Эти пока пускают доход. Наши булочки расстоялись немного. Теперь я их смажу желтком. Расстояли они у меня 15 минут. Смажу желтком и отправлю в духовку. Я не отправляю сразу два противня в духовку. Мне не нравится тогда, как они выпекаются. Отправлю по одному. Пока вторая партия расстоится, первая как раз уже испечется. Если у вас духовка печет хорошо, сразу два противня, ставьте сразу оба. Вот так аккуратненько покрою все наши булочки, ватрушечки желтком. Все, отправляю наших красавиц в духовку. Только посмотрите на эту красоту. У некоторых открылись несколько штучек, но я вас предупреждала. Но от этого они, как я и говорила, не стали менее вкусными и менее аппетитными. Сейчас я выложу на блюдо и покажу вам их получше. Но сначала посыплю сахарной пудрой, потом выложу на блюдо. Вот так. Если вам не нравится пудра, если хотите, чтобы они у вас остались глянцевые, не посыпайте. Посмотрите, какая у нас красивая гора булочек сегодня получилась. Аромат стоит на весь дом. Давайте я вам разломаю одну, любую, показать, какие они внутри. Посмотрите, эта начинка нежная-нежная, воздушная-воздушная. Как я сказала, если вы не взбили бы белки отдельно, это была бы совсем другая была бы начинка. Были бы обычные советские ватрушки. А так она получается очень воздушная, очень нежная, очень вкусная. Попробуйте, вам понравится. Можно наливать чай. Я уже это сделала. И все, вы долго не встанете из-за стола с этими булочками. Не оторветесь. И еще я хотела вам показать. Вот такие они снизу. Хорошенькие, пропеченные. Все. Вот такие вот красавицы. Ну, а я хочу с вами на сегодня попрощаться. Сказать всем отдельное спасибо за подписку, за хорошие комментарии, за лайки. Кстати, не забывайте их ставить. И хочу вам пожелать мирного неба над головой, здоровья, всего самого наилучшего. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok